Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Радио Свобода, обнародованном 16 октября, заявила, что не считает активной поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Россией. Журналистка напомнила, что недавно Россия вслед за Беларусью объявила Тихановскую в розыск. Она попросила оппозиционерку рассказать о стратегии отношений с официальной Москвой, которая явно поддерживает Лукашенко, и с оппозицией. Вообще, я не хочу много говорить о России, потому что это касается только Беларуси. Так как вопрос постоянно всплывает, то я думаю, что российские власти заняли какую-то выжидательную позицию. Вначале, может быть, не было им понятно, что протесты в Беларуси – это активная гражданская позиция, и что наши противостояния не закончатся, что мы сейчас едины как никогда и будем сражаться, пока не победим этот режим. При этом, вначале какие-то были действия предприняты по поддержке режима и диктатуры, но как это будет развиваться дальше, мы не знаем. Может, на этом все и закончится, и сейчас мы будем решать наши внутренние вопросы только внутри страны, и это мы сможем. Она добавила, что не контактирует с представителями российской оппозиции, в том числе и с Навальным, который сейчас находится в Германии на реабилитации после отравления ядом новичок. Мы, конечно, смотрим их ролики, видим, что они нас активно поддерживают, но напрямую ни с кем не общаемся, потому что они и так нас поддерживают. Наш случай касается Беларуси. Нам намного важнее общаться с беларусами, с людьми во дворах, с демонстрантами, сказала Тихановская. Также лидер беларусской оппозиции Тихановская призвала всех беларусов проголосовать против поправок в Конституцию, которые инициирует режим провозглашенного президента Лукашенко. По ее словам, режим пытается расколоть протест и решил, что поправки в Конституции могут быть одной из манипуляций. Главный закон государства пытаются превратить в инструмент пропаганды, чтобы показать видимость переговоров. Но если на улицах все еще стреляют, а люди все еще в тюрьме, это не переговоры, подчеркивает Тихановская. Она уверена, что нелегитимной власти нет законных оснований, чтобы проводить реформу Конституции. Эта власть есть только у народа. Покажите, что вы не согласитесь на любую навязанную вам версию Конституции, призывает главный оппозиционер. Тихановская рассказала, что на платформе Голос идет всенародное голосование против поправок в Конституцию, которая спешит осуществить режим. В голосовании уже приняло участие более 300 тысяч человек. И это самое масштабное общественное обсуждение Конституции за историю Беларуси. Я призываю каждого из вас проголосовать, обращается она к беларусам и дает линк на сайт с голосованием. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!